Добрый день! Давно не спирал кубоиды. Сегодня посмотрим на 3х3х7 от VTADEN. Классический кубоид, который сейчас бы назвали уже не 3х3х7, а по-другому. Коробочка должна быть вот такая. Это не от него, но они все одинаковые. Здесь все модели 3х3х7, но там внутри 3х3х7 другой. Он с трейзи кругом, про него я как-нибудь отдельно расскажу. Их там 2 версии, но коробочка не меняется. Код товара, видимо, другой будет. Так все тоже. Выглядит как 1 мощный слой и по 3 тонких снизу и сверху. С этой стороны похож на такой же кубоид 3х3х7 от КубФАЮ. Но разница в том, что с другой стороны выглядят они по-другому. Если здесь элементы сплошные, то эти можно разделить. На канале уже были видео про кубоиды VTADEN. И вот такая вот модель с подобной конструкцией. Это 3х3х11. Здесь по 4 слоя с каждой стороны. И вот этот средний тоже можно разделить. Версия 1х2 это как раз 2. И сейчас бы этот кубоид 3х3х7 назвали кубоидом 3х3х9 версия 2. А вот оригинальный 3х3х9 и у него тоже есть версии. А вторая отличается тем, что вот этот и вот этот центр разделены на 3 части. Их можно перемешивать. Ну, первая версия просто здесь сплошной квадрат. Мы видим, что здесь высота одинаковая. Ну, размер 57 мм в стандартную трешку. И, по сути, да, похожий. Но название сохранилось. 3х3х7 кубический кубоид. Есть и более крупные. У VTADEN у меня самый большой 3х3х17. Этот на 15. В цветном пластике. Хорошие, но не всегда стабильные кубоиды. Попробуем перемешать и собрать. Я не все кубоиды купил в версии 2. Вот тот же 15 и 17 у меня только в версии 1. Такие, с тонкими слоями. Почему? Да просто их неудобно перемешивать. Сложность у всех одинаковая. То есть вот этот слой собрали. И дальше остаются внешние слои, которые нужно по одному и тому же принципу собрать. А средние собираются одинаково. И перемешать его не так просто. Сначала перемешаем средние. Мы видим здесь вместо красного розовое, что говорит, что это ранние партии. А в более современных цвет красный. Ну и есть еще цветной пластик, конечно. Перемешиваем сначала крайние слои. Вращаем по вертикали на 180. Если считать, что это вертикальное положение, хоть оно и кубический. Если мы повернем на 90 градусов, вращение все уже закончится. Ну вот этих слоев. Поэтому только на 180. Как-то вот так вот перемешали. Теперь, чтобы размешать вот эти, мы можем сделать вот так. Вот они два отсюда. И два отсюда. И у нас сверху получился крест, хоть и разноцветный. И койл глаза. Можем глазами взять к себе. Делать фронт. Три пиф-пафа. Фронт-штрих. Ну и теперь у нас все ориентировано. И можем вот эти ребра перемешать. Как-то перемешались. Но здесь цветов немного, поэтому сильно перемешать-то не получится. Потому что перемешивали, а вот это собралось, это ребро более-менее. С этой стороны так же. Пока вот эти вот уголки не перевернуты, мы перемешать ничего не можем. Значит, нужно то же самое сделать. Глаза, глаза. Фронт. Раз пиф-паф. Два пиф-паф. Три пиф-паф. Ну и теперь перемешаем. Ну и можно еще меж собой. Главное, чтобы это собранных не оставалось. Ну вот мы как-то перемешали. Нужно теперь собирать. Понятно, что нужно начать вот с этих средних элементов. Если посмотреть на 3х3х11, то мы заметим, что они не имеют ни белого, ни желтого цвета. Поэтому их легко определить. Сделаем так, чтобы происходило вращение. Ну, белое, желтое центре. А вокруг них давайте это и будем делать. Вот получилось что-то. Ну, какой-то стандартный ОЛЛ. Уши. Делаем. И теперь вот может вращаться. Можно с одной стороны это сделать. Можно с двух. Главное, чтобы собрались вот эти. Ой, мы видим, что вот это ребро уже и собрано. Плохо перемешалось, значит. Ну, допустим, не было такого. Мы его собрали. Оранжево-синее. И поставить его нужно вот сюда. Чтобы у нас сохранялась способность вращать, его можно отсюда сюда поставить не просто вот так вот. Хотя так тоже можно и потом развернуть. Можно сделать трицикл под названием «Ромашка». РУ. РУ. Р. Р штрих. Уштрих. Р штрих. Уштрих. Оно все. Получилось. Сюда, правда, вылез незваный гость. То, что здесь не тот стоял. Ну, этот стоит на месте. Будем дальше собирать. Поменяем. Теперь эти все вращаются. Можно собрать вот синий-розовый. Розовый есть снизу. Снизу есть. Его поставим сюда. Давайте так поставим. Потому что здесь уже нужных цветов нет. Повираем пока вот в эти. Что здесь? А здесь у нас даже крест не собран. И это нехорошо. Добавим снизу. Попробуем вот так. Вот эти элементы нам пригодятся. Вот это все собрано хорошо. Вот здесь нет. Можем на что-то поменять. На что-то. Чтобы ойл был. Опять уши. Разворачиваем. Ну и собираем. Собрали одну вот эту. Надо ее сюда поставить. Ну, здесь. Тогда рушится. Попробуем трициклом. Не факт, что будет хорошо. Обратным трициклом. Сейчас верну. Вот. Этот нужно сюда. Р штрих. У штрих. Р штрих. У штрих. Р штрих. У. Р. У. Р. У. Ну да. Вылез вот такой. Не очень хороший товарищ. Но нам нужно его поменять. поменять на что-нибудь более удачное. Хотя бы так. Но это мы сейчас сломаем. Нехорошо. Что-нибудь другое. Вот так. Это давайте просто заменим. А, тут ни одного нормального нет. А здесь что-нибудь развернем. Вот этот поставим вот сюда. Р2. Уштрих. Л2. У. Р2. Уштрих. Л2. У. Логарит нам позже пригодится. Осталась вот она. Зелено-оранжевая. Ну и можно уже расставлять по местам. То есть мы собрали это. 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 И где-то еще одно. Вот это. Это у нас ребра пояса. Ставим как-нибудь. Как-нибудь. И вот мы собрали средний слой. Теперь у нас получился действительно 3х3х7. На у которого мы опять все это правильно ориентируем. После чего собираем как классический кубоид. Здесь мы видим недокрест. Да. Ну понятно с другой стороны будет такой же. Надо что-то поменять. Отпустим вниз. Поставим сюда хорошую. Вернем. Я специально подобрал. Чтобы получилось хорошее ой-вэл. Может быть не так. И приходится перебирать что-то менять. А здесь глаза. Теперь все вращается. Ну и с этой стороны. Здесь мы видим вот этот мягкий знак. Любым способом дорешиваем ой-вэл. Так. Ну а дальше собираем по обычному. Вот у нас белый центр. Здесь у нас какое-нибудь одно ребро может быть сразу соберется. Но это не синее. Быть может розовое. И розовое не захотело. Ну целиком не собирается. Значит добавим элементов с других мест. Так. Третий. Вернули. Возвращаем чтобы не разрушить средний слой. Один есть. Дальше. Может было сразу здесь посмотреть что-то готовое. Вот оранжевое готовое есть. Собираем белый крест постепенно. Дальше. Зеленые. Вот. Три зеленых. И у нас еще остается вот этот синий. Ему нужно просто добавить сюда недостающие элементы. Вот так. И возвращаем. Собрали белый крест. Теперь белые уголки. Находим сначала максимально снизу. Но что-то не очень. Так. Ну ситуация не очень удачная. Посмотрим что есть еще. Ничего хорошего нет. Значит нужно доставать с этих мест. Но вот этот элемент. Он должен стоять здесь. Этот цвет совпадает. И этот цвет должен быть противоположный. И отсюда можно поставить сюда. Мы видим один уже там стоит. Мы его просто достанем. А вот эти два точно не нужных. Р2У-стрих. Л2У. Р2У-стрих. Л2У. Так. Один встал на место. Парочку мы потом доберем. Что еще можно? Вот зелено-розовый. Ну товарищей у него нет. Это точно не нужный. И какой-то желтый. Поставим сюда, чтобы что-то достать. Так. Теперь у нас. Помнится. Сине-розовые были. Вот они. Парочка. Недостающих. Один стоит. Вот эти два. Туда добавим. Ну вращаем уже два слоя верхних. Алгоритм тот же. Будет вполне стабилен. Ну вот. Чтобы слои вращать, нужно аккуратнее. Чтобы лишнего не захватить. Так. Дальше. Ну зелено-розовый тут. Пока нечего здесь собрать. На. Зелено-оранжевый тут здесь стоит. Ну. Не очень удачно, конечно. Так. Оранжевый нет. Синий-оранжевый посмотрим. Так. Ну вот. Синий-оранжевый. Есть два элемента. Этот развернутый. Не подходит. Их надо поставить сюда. Но. Я пока поставлю только один. А это потом вместе со вторым. Зато достанутся зелено-оранжевый. Так. Ну и зелено-оранжевый. Теперь в кучку должны собраться. Вот они. Их ставим на место. Интересный случай. Ну а дальше проще. Смотрим, что здесь. Синий-оранжевый. Так. Один мы уже отправляли наверх. Отсюда-сюда. Двумя слоями. Можно по отдельности каждый элемент. Таким три цикла отправлять. Но будешь комбинировать. Остается еще зелено-розовый. Вот белый. И к нему еще один. Эти цида совпадают. Эти противоположные. Ну, двумя слоями делаем. Ну вот. Две трети кубоида уже собрано. Дальше я использую T1 для сборки углов. Одним алгоритмом все. Поскольку кубик такой неплохо вращается. Можно использовать алгоритмы из обычного 3х3. Даже не кубоидный T1. Кубоидный можно делать, если... Ну, один слой какой-то. Нужно собрать. А мы видим, что у нас второй слой. Углы стоят все хорошо. Нижний слой. Два угла хорошо. Есть глаза. А верхний слой. Все плохо. То есть, здесь копье. То есть, ни одних глаз нет. Надо, чтобы были глаза. В этом случае, тот, который собранный, мы сломаем. Тот, где копье станет, ну, появятся глаза. А там, где есть глаза, мы возьмем их перед собой, чтобы они не собрались. И сделаем в итоге два T1. Всегда за два T1 можно собрать, чтобы ни было. Обычный T1. Вместо него можно было делать кубоидный. Ну, что сделаю сейчас. Появились глаза на нижнем слое. Глаза на втором. И глаза на верхнем. Я все эти три глаза беру слева и делаю T1 еще раз. Тот же кубоидный. Не кубоидный, а из кубикробика. Ну, и вот все уголки собрались. Дальше здесь можно собрать верхний слой и дорешивать, что снизу можно присмотреться. Так, сверху у нас обычный Юперм. Здесь паритет. И на третьем слое тоже паритет. Паритет это когда у нас нестандартная для 3х3 ситуация перестановки ребер. Ну, соберем сейчас верхний и не ухудшим то, что снизу. Для этого. Обычно алгоритм с 3х3 я сделаю и что-то переставится. Надо, чтобы оно переставилось так, чтобы и снизу что-нибудь собралось. Вот так. Ну, верно. Делаю обычный Юперм. Можно было делать и кубоидный. Так. Ну и хорошо. Верхний слой собрался. На нижнем паритетная ситуация. И на втором тоже паритетная. Так, ну и пока довернул. И решим просто по отдельности. Третий слой и второй. Здесь нужно переставить два элемента. Будем задействовать элемент 1 отсюда. По факту будет переставляться 3. Ну, как я уже много раз показывал. Алгоритм. М2. Потом внутренний вот этот слой. А нет. Я не сделал уж тревчих. Сначала сдвиг. Вот такой. Потом. М2. Нижний слой. Ну, D. Р2. Дэштрих. М2. Д. Р2. Дэштрих. Возвращаем. И у нас вот этот нижний слой собран. Ну, делаем то же самое на втором. Сдвиг. М2. Уже вот этот второй слой. Обратно. Опять. И обратно. Ну, вот все получилось хорошо. Ну, на всякий случай покажу еще базовый кубоидный Юперм, который здесь можно использовать. Это F2. Давайте один слой какой-нибудь повращаем. То есть, очень похоже на то, что мы делали сейчас, но сначала F2. И мы видим, что вот эти элементы переместились зеленый сюда, оранжевый сюда, синий сюда. Чтобы сделать обратно, можно первый вход M2 не делать. Ну, в начале. То есть, мы делаем F2, сразу D, потом R2, D обратно, M2, D, R2 обратно. И в конце этот же M2 вернуть. И получается обратный алгоритм. Ну, еще удобная штука есть, когда нужно поменять паритет на два противоположных. R2, F2, R2. Внутренний слой два раза U2. R2, F2, U2. Еще раз. Да? Но сейчас у нас поменялись не те, не вот эти, а вот этот с этим. На самом деле, они по три меняются. Если я сейчас делаю вот так, то поменяются вот эти два. Ну, визуально, на самом деле, три. R2, F2, R2, U2. Слой, который нужно менять. R2, F2, R2, U2. Ну, и стопмов отменить. Все-таки кубоиды это интересные головоломки. Кто пока игнорировал этот класс, очень зря. Кубоид этот не новый, достаточно старый. Но все еще интересный, хоть один из простых. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.